Всем привет, ребята, с вами Чент, и вы смотрите проект Хатанатара, семья Редван, восьмая финальная часть, ребята. Кто не спрятал предыдущие выпуски, ссылки в описании. И напоминаю, ребята, что чем больше лайков и комментариев, тем быстрее будут выходить выпуски. Закончили мы на том, ребята, что папа начал меняться, начал понимать, что нужно вести себя с детьми совсем по-другому, и посмотрим, сумеет ли папа закончить все испытания, и чем же всё закончится. Поехали! Хотя, скажу, ребята, очень жёстко, что впервые вообще за историю всего этого проекта, а там семей было очень много, за несколько часов до конца папа не выполнил ещё ни одного задания. Посмотрим, как он будет успевать. Оказалось, что эти задания, ну так-то просто сделать, как я думал, изначально, получив их. Тож необыка, ведь повидальность и на татове, и на сынах. Надеемся, что всё-таки дети не подведут. И папа тоже. Назар, сынок, я на вас надеюсь, добра? А стих там был? Провёл Назара и Егора, они пошли в школу, я вернулся в дом, собирать Соню в садик. А там пока смотана... Это же как бы торжественное мероприятие, но она же тоже должна выглядеть как-то соответственно. Ну да. Тоже уперше. Тато сам хочет бачить донечку у сукни. Хочешь оцепить платье? Белое? Червое. Все, червое, значит червое. Но взял это платье, присидел на неё. Босонушки наденем и вперёд. Да. Схоже, донечка у захвате, ведь того, який мой выгляд. Соня, а сукня ляльки тебе подобается? Да. 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 А вы просто бедолу что сказать? Покажи. А я потому что... Она поблагодарила меня и говорит, папа, спасибо тебе, Сан, платье, которое ты сделал для меня. Чудесно. Душа всё переворачивает, что ей это всё понравилось. Ей было приятно и мне было вдвойне. Моя соночка. Собрал Соню, мы втроём, в одной руке Софушка, в другой руке Мэри, и мы зашли в садик. Доброго дня. Папа, в своём фильме, в гостинчике. Присел возле родителей в ожидании презентации этих кукол. Ну и тут, короче, сопровождение музыкальное. Идут детки, о боже, все такие там нарядные, все красивые такие. Я сразу пробежал взглядом всех деток и потом акцентировал своё внимание на Софушке. Она была на десятом небе от счастья. Она там сияла, глазки там светились, и кукла эта у неё в руках. Понял, что был не прав, что дочка навязывала своё мнение касаемо платья «Адидас». И у меня такое чувство, чувство гордости, потому что платья там выглядит не хуже там девочек. Ты действительно постарался, то же завдание зараховано. Одно есть. Ты моя маленькая принцесса, дочь. Тогда я осознал, что такое быть любящим отцом для дочки, а не тренером по боксу, скажем так. Пап, я тебя сильно, сильно люблю. Я тебя, дочь, очень сильно. Это просто не передать словами. Говорит, пап, я люблю тебя. Даже такого мужика может расстроить, ребята. Нет каменных людей. Ну же, классно. Да. Но, ребята, всё ли так удачно происходит у парней в школе? Как у них, ребята, с заданиями? На парней в школе я повторил правило и вирш. Ещё раз, ещё раз, ещё раз. Ничего себе. Получил стих, ребята. Ещё на урок, я уже переживаю. Назар старается, как может. А вот Егор... Урок уже начался. Ты куда пішов? Назар, ребята, учатся. А вот Егор, пока непонятно, урок начался, а он не в классе. Решили идти в лес. За святами пошёл. Доброго дня. Наверное, за святами пошёл лес. Сидайте. В связи с тем, что Виктория Александровна захворела, я сегодня вас буду проводить урок. Мы все боимся нашу директрису, потому что она довольно суровая. Полный капец. Завданья. А писать такую важную самостейную работу под её пильным наглядом, ой, как непросто. Самостоятельная работа. Забрався и начал читать задания. Это с апострофами-то. Не просто читать, а думать. Передайте, будь ласка, зушеки. Передавайте, передавайте. Заду, наперед, сюда. Я так чекал, когда жителька проверит роботу и скажет, какая у меня оцинка. Дуже сферу вас. Да, что-то нормальное. Мне не подставило 7 баллов. Для меня 7 – это как полететь в космос. Ну да. Назари. Але ж и за вирш маешь отримать не меньше 7. Ещё надо стих рассказать. До побачення. Или сдать. Можно сказать виршу, або в мене занял план оцинка на кращу сдать. Дуже добре. Сдавай. Люби природу не аксиуму в душі свої. Люби природу не для себе, люби для неї. Вона не тільки тема виршу. Або картинка. Егор, а где ты урок прогулюєш? Ну, Егор, задание... Нарвати квіти для людей. Поведению Егор главное. Моя ж грошей нема, щоб якісь розы купити. Просто чудо, ребят, какое-то изменение. Люди переживаючи, люди понравятся мне букет. Всякое буває, у нас тако красиво. Да, я переживаю. Верна Васильевна буде мене ругать. Вернусь. Хоча щас забезликся. Егор, а где ты был? У нас уже урок. Я квіти сберу. Какие квіти? Люда, это тебе. Спасибо. Дуже красивые. Тебе понравится? Да. Мне никто не дарил квит. так приятно понравилось теперь мне его понравится уже нравится его я рада, что папа мне такую хорошую идею дал папа красавчик я теперь понял, что нужно делать, чтобы девчонка с одной дружиной такий вчинок Егора растопил сердце всех женщин 2-го класса и даже Алли Васильевны хоть Егор и запизнился, и это немного неправильно, но я думаю, что вчинок, из-за которого он запизнился, достойный уваги и поваги молодец, напишу, да я смотрю, как папа зрели, когда увидишь, что у меня в щеденнику тоже вперше, Назар уже не боится показать татове щеденник и ты молодец показать, что, оп, папа, смотри я сдал украинскую мову, украинскую литературу я смотрю 7-8, я не поверил своим глазам а, стих на восьмерку даже у меня сразу такой прилив энергии я был, я не знаю, на десятом небе от счастья сынок, я горжусь тобой хэппи-энд, ребята я сегодня никого не слышу Егору тоже есть чем порадовать, татка прочитаю начинаю читать там, шановный Сергей Володимирович звертаю вашу увагу на те, что Егор ввел с тебе достойно достойно вел себя я у вас очи засветился я из-за уважений с приводу порушения полюдинки не отримывал так тримать, так тримать сынок красава, поздравляй мои слова, которые я говорил ему, были не пустыми все старания и вот эти все мировые воспитания что они действительно принесли худы это было все сделано не зря ну а теперь Серега понял, почему не решался конфликт маленького ребенка с петухом я уже понял, суть саму проблемы все именно решалось с позиции сил я придумывал и боксерский рим раунд номер один, а ну и индейца с него делал мочи его, петуха Васю, давай все было настолько элементарно и просто у мать в таком возрасте, ну ребенок ему все интересно это все хозяйство, куры, гусы, петухи мать сам заходит на территорию петуха петух со своей стороны прав, потому что он защищает свою территорию отделили его, наверное понимая, что конфликты лучше решить добром, а не силою Серега уже знает, как выполнить это задача итак, Серега все-таки решает сынок, вот он, видишь, этот боевец это его территория, сынок нельзя сюда заходить нельзя, погладь его помириться с ним, погладь хороший погладь его, хороший а пока маленький Матвей еще не разумеет татовых настанов Серега вырешил фууууууууууууу нужно зашётку просто сделать, чтобы он не заходил, чтобы он не смог открыть я там нашел кусок проволоки, да будет защёлкать. Ну вот, всё, он туда не попадёт. Всё, да. Всё, конфликт решили. Тепер Матвій у цілковитей безпеце. Тож, Серёги, зараховано ещё одно завдання. Ребят, последнее, как бы, стать героем романа, это чё-то будет реально что-то новое. У это важко поверити. Але за 7 дней Серёга стал гарным батьком и теперь уже готовый стати справжнім романтиком. Ребят, ну честно сказать, за 7 дней папа реально изменился. То есть я понимаю, что что-то могло чуть-чуть подстроено быть, где-то он себя так показал, но реальные изменения есть. И сейчас у него последнее задание, для него, наверное, это самое жёсткое, это стать романтиком. Нашему папе Серёге стать романтиком. Да, ребят, вам не показалось. Решил дочитать книгу до конца, дабы вникнуть в суть и понять, кто он такой, капитан Грэй. Судя по сюжету, там любимая стоит на берегу. Она ждёт вот своего героя, что он приедет, вот схватит её на руки, обнимет. Ей больше ничего не надо, кроме того, как дождаться его, спасть в его объятия. Это самое, ну, самое, что не есть счастье для женщины. Когда я понял, что я действительно должен и обязан поменяться, и быть добрее, ласковее, романтичнее по отношению к моей любимой. Мені дуже хочеться побачить своему чоловіку інтелігентність, ввечливість, порядність. Я хочу його побачить побритим, надуханим, в сорочці, в брюках, в туфлях. Такого мужчину. Ну, не в спортивном костюме. Я решил сказать прощай, спортивный костюм Адидас. Пром ручалки надо забыть навсегда. И жили-были, не тужили, это ж тоже уже не в рамках капитана. Расставати спортивным костюмом было тяжеловато, но осознание того, что это я буду делать для своей любимой Танюшки, то есть мне придавало сил. А у него есть костюм? Я готов реализовать сказку для моей любимой Танюшки. Даже так? Она ждет от меня изменения, и я волнуюсь, да, чтобы не разрушить там ее мечту, ее ожидания. Поблился, да? Как те истории Ассоль и Артура Грея. Жду корабль. Я не верю в то, что это отбывается земная сказка. Мама не верит, что ты все с ней. Я для нее это скажу, ребята. Привет! Привет, любимая. Я так скучу, так скучу. Мой человек изменился, то есть наглядно были видны изменения. Дуже приятно таким тебя бачить. Сорочки, в туфлях. За этот неделю я очень много чего понимал. Я начал изменяться, но это первые мои шаги. И на будущее, кохана. Я буду только радовать тебя. И в будущем буду радовать. Став капитаном моего життя и нашего будущего. Я очень скучал за тобой за это время. И скучал за ней. И понимал, настолько я тебя люблю. И потому что она ее любит. Очень любит. Всего за тиждень у хатина тата Серега нарешті зрозумів, что дев'яності залишились у минулого. Разом з одягом. Серега, просто нужно меняться. Пикет, сделал я кроссовки, блин. Лексикою. Мужик по жизни, мужик по массе и по гороскопу телец. Отвечаю за свои слова и действия и тому подобное. Та манерою поведенки. Когда на то-то я такой детский лепец с тем, что мне так хотелось сталкиваться. За базар отвечу. Красава, поздравляю. Да, я действительно изменился. У меня поменяли взгляды по своей семье. Вы мои золотые детки. Привет. За що и отримує головный приз. 30 тисяч ривень. Ура! Я хочу поблагодарить именно всю съемочную группу проекта «Хата на Тата». Все именно прекрасные, чудесные люди. Было мне очень приятно со всеми работать. В общем, говорю спасибо проекту, что он действительно открыл мне глаза на многие вещи. Да, я поменялся благодаря вам, друзья, благодаря проекту. Я сделал вывод для себя, что нужно больше времени, любви, тепла дарить своим родным и близким, то есть своим деткам и своей жене. Я понял, настолько у нас хорошие именно детки. Я уже ловлю себя на мысли, что у них там счастье на лице и улыбки, то есть я получаю с ним удовольствие. Я не знаю, я, наверное, не переживал никогда таких эмоций и такого совершенного состояния. Реально изменился, это заметно. Это подстроить невозможные эмоции, вы, думаю, понимаете. Это наиграть практически не надо. Мужчины не должны там плакать, ну опять же, у нас было настолько приятно. На дочку я уже посмотрел на нее другими глазами. Глядя на ее счастливое лицо и как она улыбается, меня поймал себя на мысли. Разве стоит, да, гамак и решение вопросов в гамаке вот такого счастья и душевного тепла, которое я подарил дочке. Монина, на Монину. Классный проект, короче, Хатана Тат. Советую. Буду скучать за вами всеми. Еще забыл добавить. По поводу сплетен, которые, блин, распространяют люди, касаемо программы Хатана Тата. Если я буду услышать это все... Голова с плеч. Схват. Ну что, ребята, вот и закончился наш проект. Надеюсь, что вам понравилось. Реально заметны изменения и видно, что они не наигранные. Если вы хотите, чтобы дальше были эти шоу, то ставьте лайки, пишите комментарии, ребята. Это будет большой, как бы, знак для меня, чтобы я продолжал делать это все для вас. Это был Андрей Чент. Я надеюсь, что до скорой встречи.